Продолжение следует... Мой брат работал в направлении культуры на проспекте «Динамо». Этот автобус списывали в 68-69 году. И передали ему, что я не знаю, купил он его или как это. Ну, то есть... Списывали и отдали? Отдали ему, вероятно, это самое. И он его стал перетаскивать вместо времянки на участок. И пока он... У него уже был другой автобус, он этим тянул его тросом, значит. И пока тянул, он был это осенью, грунт зыбкий, торф, и он застрял. И стоял всю зиму, там, это самое, где застрял, пока не высох грунт, а уже весной, значит, ему удалось все-таки дотянуть его до участка. Вот таким образом он у нас попал. Ну, поначалу вы в нем, наверное, и ночевали, да, когда строились? Да, два-три года мы там жили, пока не построили дом. И вот там ночевали, да, там, конечно, он не теплопроводный. Холодно, когда, значит, как на улице, когда жарко там спечешься. Вот так вот жили мы там. Потом инвентарь, небось, хранили садовый. Ну, а потом, да, садовый инвентарь, когда переехали в дом, инвентарь садовый, там, дрова, в общем, всякий хлам там уже в автобусе. Ну, никогда не... Туалет там был у меня. А сейчас я осталась без ничего. Ну... Вот вообще ничего. Без удобства. Да, без удобства. Ну, так, ну, не думали даже... Все, у меня валяется, это у меня такое... И не подозревали, что это был музейный экспонат будет, на века? Да, да, не подозревала. Мне предлагали на металл... Я уже думала, на металлолом его предложу. Все у нас эти сомни... Металлоломщики есть или предлагали. Ну, а тут вот Алексей Евгеньевич. Навели меня на... На меня Алексея Евгеньевича. Он предложил вот такую идею. Стать его в музей. Ну, я думаю, что... Два года эта операция продолжалась. Очень сложно, с большой тротой энергии, силы. В общем, они его с большими трудностями вызвалили оттуда. Он весь, можно сказать, в лесу находился. И возле болота, там пожарный водоем. Все это расчищали, там строили... Это, как это называется... Набережную... Набережную строили, да. Вызывали эвакуатор. В общем, очень-очень все трудно... Большими трудностями. Ну, если все пойдет по плану, через год-полтора... Ну, я надеюсь, да. ...вы увидите этот автобус... Да. ...таким, как видел его брат ваш. В первозданном виде, да. Ну, спасибо за рассказ. И дай Бог вам здоровья, чтобы вам... Я дала даже... Даже до этого дня увидеть, вспомнить брата вашего замечательного и так далее. Да, вот так. Так что он разводил артистов. И Иди Тупьеху, и Гурченко, и Леониду Кастрицу, и Виктора Кривоносова, я знаю. Может быть, еще каких артистов. И выезжал в Прибалтику. Мы даже ездили на нем, по-моему, на этом автобусе. Потом у него другое было, в общем... Ну, спасибо большое. Спасибо, Аня.